Более двух тысяч детей школьного возраста по всей республике сегодня не посещают занятия. Такие данные приводит Министерство образования. Проведя анализ, ведомости пришли к выводу, что немало среди несовершеннолетних и тех, чьи родители запрещают им ходить в школу по религиозным убеждениям. В списке не включенных в учебный процесс значатся и дети из семи мигрантов. Родители вынуждены уезжать на заработки, а дети остаются без надзора. Но взять их всех под контроль правительство не может. Как утверждает министр Кудайбердиева, здесь нужна комплексная работа. Отметим, на систему образования в год выделяется пятая часть всего республиканского бюджета. Большая часть этих денег уходит на заработные платы педагогов. В 2011 году средняя зарплата учителя составляла 3,5 тысячи. Потом произошло повышение на 800 суммов. И постепенно за 5 лет зарплаты выросли до 13 тысячи суммов. То есть практически в 4 раза. Однако доводы о том, что школьные учителя получают 13 тысяч суммов, народных избранников явно не убедили. В правдивости этих данных депутаты засомневались. Вот вы говорите, что у учителей 13 тысяч зарплата. Но я недавно была в регионах и встречалась с избирателями. Мне они сказали, что такую сумму получают далеко не все, а совсем ограниченное число педагогов. Остальные намного меньше. Как бы там ни было, но надбавки двухлетней давности, как выясняется, в этом году учителям точно не видать. Деньги из бюджета на эти цели не предусмотрены. Впрочем, в сфере образования, кроме зарплат, есть и много других, не менее важных проблем. Министерство образования рапортует, что ведет работу по обеспечению интернетом средней школы. Правда, тут же сетуют о нехватке средств для закупки 6 тысяч компьютеров на эти цели. По словам депутатов, есть в стране и ряд образовательных учреждений, которым и вовсе не до компьютеров, а требуется банальный ремонт. Новые школы строить надо. Мы недавно видели три школы в аварийном состоянии. Это в селе Джанчжол Тухтогульского района, в селе Ахкая в Хочкорском районе, село Большевик. Можете вы их внести в план по восстановлению? Ведь речь уже идет о безопасности наших детей. На сегодняшнем заседании депутаты подняли и вопрос коррупции в сфере образования. Счетная палата, напомним, проведя аудит, выявила финансовых нарушений в Национальном университете на 10 миллионов сомов. Специально созданная депутатская комиссия также подтвердила выявленные нарушения. Исходя из этого, было решено рассмотреть вопрос о соответствии ректора Чинара Адамкуловы занимаемой должности. Отсутствие должных реформ, о которых якобы говорят в КНУ, нет. Да, я представитель школьного образования. Гульмира Каримова, вы тоже представитель школьного образования. Но мы привлекали и юристов, мы привлекали и представителей высшего образования. Там действительно очень серьезные проблемы. И подобный человек не имеет права возглавлять тем более национальный университет. По национальному университету мне здесь просто хотелось бы такого объективного подхода. Никакой личной заинтересованности в этом вопросе моем нет. И я думаю, наверное, правильно сказали, что есть заместитель министра, который курирует вопросы высшего образования. Возможно, мы будем готовы ответить. По озвученным ранее данным, в Кыргызстане нет ни одного высшего учебного заведения, соответствующего мировым требованиям. И всего два университета, которые отвечают минимальным региональным стандартам. Алексей Немашкал, Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Продолжение следует...